Автомобильная татуировка. Новый вид искусства в Нижнем Новгороде. От привычной аэрографии, типа черепов или молний, он отличается своей художественностью. Машина становится практически холстом для художника. Так, например, один хозяин обыкновенной серой буханки решил превратить ее в иллюстрацию к известному фильму. Тему такая выбрана, поскольку у хозяина охотник. Тут основа была взята из самогонщиков, но решили как-то маленько переиграть, добавить неких приколов, и чтобы все спрашивали, почему именно так. Поскольку с той стороны немного тема видоизменена, то здесь основа. Автомобиль, приготовленный специально для охоты. Вот человеку мечта такая была, у него буханка 30 лет, и вот решил сделать себе такой проект. Ну, осталось завершить вперед, то есть, закончить пейзаж, прорисовать некие детали, доделать где-то блики. Ну, на самом деле, редко бывают проекты, которые действительно интересно самому себе делать, которые являются неким испытанием. Естественно, было страшно, когда я брал эту работу, потому что портреты, если там брать Никулина Маргунова, ну, у меня, в общем-то, проблем никаких не возникло. А вот с Витцином, ну, вот здесь вот я, наверное, раз в семь перерисовывал его, не давался он мне просто как-то, не знаю почему. Раньше вообще фантазии не хватало, ни на что у людей почему-то просили все время молнии. Черепа какие-то, вот люди, которые более веселые, относятся к себе больше с юмором, да, они позволяют себе какие-то больше приколы, да, на автомобиле, потому что, ну, мы злимся все время, в пробках стоим, вот, когда это повышает настроение, это уже плюс.